добрый день значит из серии значит я всегда говорю в каждом видео это слово паразит надо избавляться из серии как это сделано сборка редуктора значит у нас же сейчас значит у нас новый редуктор он поперечный в чем его преимущество мы можем его регулировать под давлением то есть для того чтобы повысить или понизить за редукторное давление нам не нужно спускать давление с винтовки и для лешего с его клапаном это идеальный вариант мы таким образом можем прямо на винтовке регулировать скорость просто подкручивая редуктором больше или меньшую сторону не залезая в дюзы погнали значит вот у нас резервуар так как редуктор у нас очень очень чувствительный и прецизионно сделаны то мы стали использовать вот такие фильтры из скреченных шариков и он ставится вот сюда для того чтобы гарантированно отсечь и вот мы подзатягиваем чтобы гарантированно отсечь всячески грязь которая может попасть в редуктор следующее вот здесь вот маленькое отверстие у нас это отверстие под манометр сюда в принципе можно поставить манометр и использовать его как стенд редуктора значит у нас сначала ставится вот такое пластиковое седло туда кидается уплотнение и вот это вот пробочка и соответственно место это пробочки можно поставить просто манометр пальцы не видно сейчас на камеру всегда плохо снимать потому что хочется показать и получается не эргономичная что ж такое вот сильно затягивать не надо потому что просто надо уплотнить примерно вот так и непосредственно сборка самого редуктора для этого сначала нам нужно собрать седло редуктора вот она вот в таком маленьком маленьком маленькое такое седлошка но там внутри запирающий элемент шарик керамический вот он у нас я даже не знаю теперь нанотехнологии видно это или нет вот сам шарик и вот его пружиночка берем я я не сказал слово значит берем шарик кладем его туда седло упала берем пружину кладем его возьму по старинке по-крестьянски руками заводим пружину все вот у нас особо здесь у нас есть специальное приспособление которое мы сделали для того чтобы нам завести его вот так вот так ставим это приспособление вот чтобы не выпал шарик мы должны его завести внутрь ну вот туда вот видите там седло под вот видно видно вот так вот заводим завели и резко перевернули вот у нас седло стоит внутри теперь его надо немножечко туда протолкнуть чтобы резиночка зашла вот все то есть шарик у нас здесь пружинка там все нормально значит следующим этапом закручиваем не знаю корпус не корпус сейчас посмотрим как называется номер три он называется гильза наживляем наживили совсем немного капаю сюда лактайт а вот так нет пути чуть-чуть вактает это лактайт который позволяет разобрать потом изделие и немножечко его даешь такой давай другую гулку и просто немножко лактайт размажем по резьбе работал излишки мы можем замокнуть и вот этим ключом просто закручиваем затягиваем готово теперь нам нужно поставить сюда шток с пружинами пружин у нас 8 штук мы их собираем в пакеты по две штуки друг напротив друга то есть вот таким образом так 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 и вставляем вставляем вот сюда есть готово пошло то есть вот этот вот носик тоненький тоненький носик должен войти вот в это отверстие которое вот здесь у нас вот сюда вот это носик туда входит он непосредственно вот этим носиком надавливает на шарик носа пружинка упала и возвращаем принципе можно сначала оставить шток а потом уже надевать пружины и крышка то есть мы закручиваем крышку наживляем наживляем значит крышка закручивается легким движением руки до касания пружин вот так вот и катснулся пружина и теперь для первичной настройки нам нужно сделать четверть оборота и одну восьмую оборота и это будет предварительная настройка которая даст нам примерно необходимые нам скорости и вот именно с такой настройкой все к вам будет уходить она может быть меньше оптимума больше оптимума и вы можете уже сами настраивать о чем я уже говорил в видео которое я не знаю даже открыл или открыл потому что это снимается все в разное время наверное это видео еще не открыто но если открыто вы понимаете о чем идет речь все таким образом редуктор собран и дальше эта часть идет уже на сборку резервуара непосредственно и я не буду сейчас показывать как вот в предыдущих видео там с ускорением как это все делается 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 ну то есть принцип понятен наслаждайтесь пока все